Попался мне вот такой китайский выключатель. Кое-что совершенно случайно попало мне в руки. Больше всего заинтересовало то, что он питается по двум проводам. Значит сюда заходит фаза, а через нагрузку ноль. Также в комплекте был вот такой плачок, но это просто конденсаторы. Потом покажу куда они подключаются. Это вынудило меня разобрать его и сделать реверс инжиниринг. По мануалу необходимо все подключать следующим образом. В L1 подключается лампочка и конденсатор, в L2 просто нагрузка, а L это общий провод. Идем дальше. Схема устройства выглядит вот таким образом. Естественно некоторые детали я упустил, но суть передать можно. Когда релюшка разомкнута, все питание идет через конденсатор. И я думаю не стоит объяснять как оно работает. Но что происходит когда релюшка замкнута и лампочка горит? Откуда выбрать питание для остальной схемы? Тут оказалось все очень интересно. В схеме имеется буферный конденсатор, а также операционный усилитель, который отслеживает на нем напряжение. И как только напряжение просаживается, мы закрываем вот этот транзистор. А когда транзистор закрыт, то напряжение поступает на этот конденсатор и он заряжается. Он зарядился и транзистор снова открылся и мы работаем в штатном режиме. Конденсаторы вот эти вот помогают сохранить яркость на лампочке и не дать потерю мощности. Теперь предлагаю посмотреть осциллографом контрольные точки и выяснить как же это работает. Включили схему, подключили три канала осциллографа, конденсаторы и нагрузку. Теперь посмотрим, что показывает осциллограф. Как видим, фиолетовый луч – это у нас сеть. Желтый луч – это затвор транзистора. А голубой луч – это напряжение на буферном конденсаторе. И как видим, когда напряжение начинает просаживаться, транзистор закрывается, конденсатор заряжается и транзистор снова открывается. И вот таким образом работает наша схема.